Сказал Всевышний Аллах в Коране Каждое, что ползает по земле, каждое животное, и каждая птица, которая летает на двух крыльях, это существа, подобные вам по нации, по созданию, по творению. И Всевышний Аллах говорит, в хранимой скрижале нет ни малейшего упущения. То есть Аллах, Субхану Таалли, все красиво и все полноценно создал. И через этот призыв каждый из подвижников начал по-другому смотреть то, что на все эти творения, которые Аллах, Субхану Таалли, создал. Ведь Аллах, Субхану Таалли, как говорит в Коране, Нету ничего, чтобы не восхваляла Аллаха. Однако вы не понимаете их восхваления. Каждая птичка, каждое животное восхваляет Аллаха, Субхану Таалли. Отсюда сахаба начал смотреть на каждый махлюк, на каждое создание уже по-другому. И пророк Мухаммад, Субхану Таалли, дал им подпитку, и они перешли на другой уровень с точки зрения вероубеждения, с точки зрения гылка, нравственности. Поэтому Аллах сказал, Приуспели верующие, которые набожны в своих молитвах, которые отдаляются от ненужных разговоров в действии, и которые выплачивают обязательный закат. Также Аллах, Субхану Таалли, сказал в суре Таалли, Восхваляется, восхвален Аллах, Величественный, Субхану Таалли, и полон благ, который создал в небесах созвездия, светило, как солнце, и также освещающую луну, Субхану Таалли. И после этого же, после таухида, после единобожия, Аллах, Субхану Таалли, говорит про ахляк, про нравственные ценности верующих человека, И рабы милостива Аллаха, Субхану Таалли, которые скромно, смиренно ходят по его земле, и когда к ним обращаются невежественные, они отвечают им миром, говорит Субхану Таалли. И здесь есть рабы, связь между ахляк, есть связь между нашим единобожием, между нашими убеждениями, вероубеждениями, между нравственными качествами. После этого пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, обучил сподвижников, как же им обращаться к Аллаху. Как же им обращаться к Аллаху. То есть душа, подпитка для души. С этим великим творцом, как к нему обращаться. И после этого он объяснил им, что нужно выставить ночные намазы. Всевышний Аллах сказал, о, укутанный, выставивай ночь, хотя бы, кроме как чуть-чуть. То есть выставивай ночные молитвы. После этого посланник Аллаху, салаллаху алейхи вассалям, объяснил им, как читать намаз, как упоминать ночью нашего Создателя, субханаху ата'аля. В Куране Всевышний сказал, Тот, кто поклоняется ночью, падает нить, делает сажда и выставивай. Посмотрите, это То есть именно, как он телом должен поклоняться, стоять, делать земной поклон. Однако внутри его, почему он так делает? Потому что он остерегается вечность. То есть то, что он делает, какие-то движения, это все телесно. Однако душой, почему это он делает? Что его душа делает? Остерегается наказание Аллаха, субханаху ата'аля. И он надеется на милость, на прощение Всевышнего Аллаха. Скажи, могут ли быть одинаковые знающие и незнающие? Уважаемые братья, вот эти все аяты Макия в Микканский период были испосланы. И пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салам, воспитывал своих сподвижников полностью, со всех сторон, с точки зрения убежденности, что есть Аллах, творения, других творений, охлях, нравственных качеств, постепенно, по чуть-чуть так воспитывал в своей школе пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салам. Объяснял им поклонение, что представляет собой человек, чтобы человек познавал это творение, чтобы человек познавал эту вселенную, что это все не просто так. Наша жизнь, что она означает? И все это есть на сегодняшний день у нас в руках. Это Кур'ан, Китаб Аллаха, слова Аллаха. На сегодняшний день человек какие-то другие ценности для себя ищет, какую-то философию, какие-то это. У нас есть слова нашего творца, создатель, самый лучший университет, самый лучший мадреса, мадреса Мухаммадия. И человек оставляет это, не спешит учиться, не хочет это брать, идет, берет какие-то другие философии, мнения людей и так далее. Это среди нас, у нас, но однрако мы должны это каждый день изучать, уважаемые братья. Аллах, Субхану Таиле, сказал, «Инна ладзина ятлюна Китаб Аллаха». Те, кто читает книгу Аллаха, «Уакаму ссаля», выставивают намаз, читают намаз, «Тратят из того, что Аллах им дал, скрыто и открыто». Они надеются на торговлю без проигрыша, торговля с Аллахом без проигрыша. Почему? Тем самым Аллах даст им, приумножит им благие дела, награду, и преувеличит им и своей милости. Он, Аллах, прощающий. И он, Аллах, Субхану Таиле, тот, кто самый лучший Шакур, то есть он воздает, благодарит тех, которые поклоняются ему. Поясни, Аллах смотрит за нами, за всеми и наблюдает. Тем позже, Аллах говорит, после этого мы дали, избрали из людей, для людей книгу. То есть уираз, наставили наследство после Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, книгу, Кур'ан. Для кого? Для рабов. То есть те, кто придут после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, у нас есть мираз от Аллаха, именно вот это наследство от Аллаха, субхану ва-та-Аля. И Аллах говорит, на три категории эти люди делятся. Тот, кто притесняет самого себя. Тот, кто не молится. Тот, кто оставляет намазы. Тот, кто не спешит к Аллаху, субхану ва-та-Аля. Тот, кто оставил поклонение. Второй. Тот, кто представляет нечто среднее. То есть на время намаза зашло, он успеет еще до следующего намаза. Не спешит, не тянется к этому. И третий. Тот, кто с помощью Аллаха, с позволения Аллаха, спешит в благодеяниях. В первое же время спешит читать намаз. В первое же время спешит делать благие дела. Уважаемые братья, после этого всего, когда пророк Мухаммад, саллаху али саня, воспитал своих сподвижников. После этого Аллах их похвалил в Кур'ане. Вы стали лучшей общиной, которая была среди людей. Вы призываете к благому, отзываете о плохого и верите в Аллаха, субхану ва-та-Аля. Поэтому, если мы будем читать внимательно Кур'ан, увидим там много чудесного, много чуд увидим в Кур'ане. Поэтому мы должны всегда приводим пример. Например, когда человек купил себе машину, у него в бардачке есть такая сервисная книжка. И там производитель пишет, что ему нужно сделать ТО, пройти, колодки поменять, масло поменять через 10, через 15 тысяч. Потому что производитель лучше знает, когда что делать и как это делать. Если будешь так ездить на этой машине, не будешь менять колодки, не будешь масло доливать, 60 тысяч проедешь, не проедешь, оно у тебя сломается. Никому не нужно на свалку выкинешь. Также человек, Аллах нам дал вот эту сервисную книжку нам. Программа нашей жизни – Кур'ан. Если мы ценности не будем из него брать, оставим, будем искать в другом, мы поломаем своими же руками себе жизнь. И будем несчастными в этой жизни вечной. Если мы возьмем наставление Аллаха и будем брать от нашего создателя, нашего производителя, то, что вот эти все приказы, рекомендации, тогда будем счастливы и в этой жизни, и в Судный день. Прошу Аллаха, как он нас собрал здесь, чтобы собрал нас всю умму Мухаммаду, не вокруг какого-то лидера, не вокруг какого-то человека, а вокруг Кур'ана и Сунны. На сегодняшний день очень много разных лидеров, очень много разных имамов, очень много разных это. Вы не смотрите, что я говорю, что другой говорит. Смотрите, что говорит Аллах и посланник Аллаха.